Всем привет, ребят! В общем, вышла я немножечко прогуляться. У нас сегодня солнечная погода, но ветерок очень так приятно. Может, и люди тоже прогуливаются. В транспорте нормально, как людей. Тревоги продолжаются, как обычно, но сейчас отбой. Но, ребята, было у нас вчера вечером, сегодня ночью очень громко. Взрывы. Не в городе, скорее всего, в области. Потому что слышно их не так сильно, но может быть какая-то перестрелка. Может быть... Наверное, все-таки взрывы, ребят. Короче, спать нормально не удалось, потому что все равно что ты хоть и не сильно... Ну, во сне не такой чувствительный, но все равно просыпаешься, такая, что такое. А это, блин, взрывы. Их было очень много. Это ветер. Не знаю, что-то слышно вообще. ехала сегодня в маршрутке. Либо мне показалось, либо я уже не знаю, какая-то уже паранойя, что... Люди как-то друг на друга смотрят странно, с таким каким-то подозрением, что ли. Я села с одной женщиной, и она тоже так посмотрела, типа, что ты со мной тут села? Ну, в смысле, блин? Ну, в свободное место я и села. Ну, я не знаю, может, это реально кажется, может, это вся ситуация, что люди уже такие напряженные, готовы кинуться друг на друга. Хотя я тоже вспоминаю, в Германии там вообще другой менталитет, по ходу, и они... Там, когда заходишь в автобус, и есть свободное место, то как-то люди... И ты хочешь сесть, типа, то люди очень странно тоже реагируют. И такие, типа, не садитесь с нами. Может, это все-таки из-за того, что был вот этот вот масочный режим, и у них такое осталось. А может быть и нет. Может, они просто наглые, смотрят такие, что это? Вот, ребят, и там садиться не очень комфортно с кем-то. Но, когда со мной садились, ну, я ехала, и кто-то подсаживался, то в основном все начинали шморгать носом. Я не знаю, это было такое совпадение, наверное. А так все, конечно, если садились в автобус, старались просто, наверное, даже стоять, если там двойной освобождалось, а не садились. Вот так. Не знаю, может, это тоже все кажется. Нет, ну, реально, там немножко другой менталитет, и там они, вот, сам сидит, сам молодец, никто не подсаживается. Типа, ну, если ты занял, то тоже молодец. Ну, там хорошо, там такая развязка, там очень много автобусов, они все полупустые, как наши эти ролейбусы. Но это только на некоторых маршрутах, они вот такие вот пустые, а в основном, если надо куда-то поехать в центр, либо там, где много людей, там они будут забиты, и очень сложно сесть. Сейчас мы пойдем новым путем, будем связать дорогу до торгового центра. Все-таки решили прогуляться. Короче, пошли по каким-то неизведанным путям к торговому центру, к эпицентру, в общем, там, где мы гуляем, к торговому центру. Вот. А еще, ребят, прикольное видео посмотрела. Алексей, спасибо за видео. Про язык это видео с Вэлла Адамяна. Ну, не стала уже его выставлять, авторские права и все такое. Про то, как относятся к языку и про то, как относятся западные украинцы к тем, которые с востока. Неправильно так делить, но, к сожалению, есть такие моменты. Потому что он рассказывал за то, что многие, которые приезжают с востока, с прифронтовых городов, украинцы, что на западе им типа говорят «Мы вас не разумеемо». Боже, я чуть не навигнулась. Капец. «Мы вас не разумеемо». В общем, «Мы вас не разумеемо», а как брать деньги в долларах за квартиры тридорога по основным ценам, то так он и разумеет. Ну, если за это говорят, значит, есть такие моменты. Вот, ребята. И он за это все так классно говорит, что лучше его послушать с таким юмором, с таким, с такой точностью. и... В общем, все классно он рассказывает. Ну, в общем, ребята, он просто там так классно рассказывает, что лучше его посмотреть. Я думаю, можно это найти в интернете. потому что, в принципе, на каком бы языке мы не разговаривали в Украине, мы только понимаем, что это проблема, я вообще не буду понять. Я просто думаю. Ладно, ребята. Всем хорошее настроение. Наверное, ничего не слышно из-за ветра. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока. Привет. Идем возле эпицентра. Сейчас опять тревога. Кошмар. Просто. Просто ребята.